Однако в ходе работы оргкомитета Федерального Совета существенное дополнение, считаю, сделал ректор Петербургского аграрного института Виктор Ефимов. Что он предложил? Он предложил фактически создать на базе своего института, университета в Царском селе, фактически полигон для отработки новых аграрных технологий, прорывных аграрных технологий, фактически полигон той самой новой цивилизации, полигон для создания вот этих поселений нового типа, которые лично я называю футурополисами, кто-то агробиоэкополисами. Короче говоря, тот образ будущего, который должен был создаваться в реальной практике, который в случае успеха будет затем растиражирован по всей стране. Вопрос сельского хозяйства – это не просто вопрос одной из отраслей. Недавно здесь проходил круглый стол. Аграрная Россия – судьба крестьянства. Не о судьбах крестьянства нужно вести речь. Аграрная Россия – это судьба государственности нашей и геостратегического будущего нашей страны. Потому что граница не там, где солдат с ружьем стоит, а там, где крестьянин пашет. Если крестьянин не пашет, страны и государственности нет. Ну вот вы знаете, известный проект Сколково, но вообще у нас, нам нужно прежде всего иметь зеленое Сколково, потому что у нас с вами по 12 гектаров нам от земли. И нам нужно, вот я предлагаю, первое – это Царское село, где наш университет расположен. Он изначально формировался как центр такого формирования новых моделей жизнеустройства. Вот у нас все необходимое есть, и нужно создать и модели технологии самых современных, которые есть в мире, и модели жизнеустройства, инженерных систем, домов, чтобы было где посмотреть. Вот окно, как бы так сказать. Вот я со своей стороны это предлагаю. Второе, и на этой почве мы вот взаимодействуем, почему у нас там сегодня очень-таки не хватит альянса наука, студенты и бизнес. Вот в частности с Россельмашем у нас проект совместно идет. У нас идет проект с молочниками, очень серьезный, общероссийский такой, и ряд других проектов.